МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одни тратят сутки напролет, чтобы возвести дамбу и защититься от наводнения, другие, напротив, нанимают тяжелую технику, чтобы ее разрушить. Два каушанских фермера решили получить компенсацию за затопленный урожай на своих сельхозугодий. Только вот наводнение они же сами устроили. Нанятый ими бульдозер разрушил гидротехническое сооружение на берегу Днестра. Вода затопила сельскохозяйственный участок с пшеницей, который ранее пострадал из-за засуки. Это ток-шоу «День за днем». Я Людмила Мунтян, добрый вечер. Мы в прямом эфире на Публика ТВ и Публика ФМ. Итак, каким в итоге был улов находчивых фермеров и кто будет восстанавливать разрушенную защитную дамбу, стоимость которой оценивается почти в 1 миллион леев? Об этом поговорим позже, начнем с сюжета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Остановление дамбы обойдется властям почти в миллион леев. Организатор мошеннической схемы в прошлом году участвовал в ее укреплении и даже был награжден за это. Он задержан пока на 15 суток. Его сообщника разыскивают. Обоим грозит до 6 лет тюрьмы. Итак, сколько могли получить находчивые фермеры за затопленные имиджи сельскохозяйственной угодья обсудим с Ливиуманкушем, начальником управления агентства Апелемолдови. Господин Манкуш, добрый вечер. Вы слышите нас? Бунасера, да. Да, господин Манкуш. Давайте начнем с главного вопроса. Каким образом агентство Апелемолдовы пришло к выводу, что это все-таки рукотворный снос защитной дамбы, а не собственно наводнение, которое перевело к таким результатам? Да, прошу вас. 882, 22, 10, 2040. Мисиunia de базе a Агентствии это implementание политической политической dzieсти вне дोмени гистоа время аспелемолюнаทии и агентствии к ап Exodus, канализации. היא основная функция Компорт принципов, оба зима hidографии, И, в случае, осуществление протекции Популацией и теренов, агрегиологи, Пряда в сентябре. На дата 17.00, Агентство Аполи Молдовия А было с гензиазом Директором технике Адропроводной статистики Статистика технологии Пятеро-оригации, Степан Водэ, в обеспечении в ежедневной в обеспечении против инундации визатора, что обеспечении было обеспечено в обеспечении и обеспечено до сих пор в 8.00 и в 10.00. В обеспечении в обеспечении АПЕ в Молдовии я был персонал Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, после этого какие еще меры были предприняты? Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Господин Манку, что из себя представляла эта защитная дамба, чтобы мы понимали, что было разрушено? Стена из чего была сделана и возведена? Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Господин Манку, из какого материала сделана защитная дамба, чтобы мы понимали на самом деле, что было разрушено? Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова То есть мы понимаем, что это очень серьезное сооружение, в которое была вложена такая сумма денег Господин Манкаш, вы нас слышите? Алло, алло, а здесь поручено? Да, господин Манкаш, скажите, пожалуйста, вот после того, что было проведено заседание местной чрезвычайной комиссии, какие меры были предприняты? Что происходит сейчас на этой части разрушенной дамбы между селами Крокмас и Тудера? Эксперты работают, чтобы определить, что с прецизией дамбы, которые будут поддерживать дамбы, которые будут поддерживать дамбы. И, в последнее время, этапа А.Егорова, для репарации капитала в порционе диструкции. Сегодня известно, когда вы все-таки приступите к возведению дамбы. Я понимаю, что пока что предприняты временные меры. Ситуация есть субконтрол. На момент нивелы опы в Рыу Нистру есть в сходе. Специалисты в доме для репарации или пломбирования в период от порционной даты. Ситуация есть субконтрол и сочетаются в день-два с моей эскадой нивелой. Сколько необходимо времени, чтобы возвести на место разрушенную часть дамбы? Не могу сказать, что специалисты хидротехники, конструкторы, которые должны быть экспонены в случае дата. 3-4 дня для пломбирования аварии, если вспомним так. То есть то, что было сейчас сделано, это и есть аварийное пломбирование? Я вас правильно понимаю? Временное решение или между временным решением и основательным дамбом будет еще какое-то промежуточное решение? В моменте было только вставлено около 40-40 сайтов, чтобы остановиться в скорость воды. Пломбирование temporарно будет более сложным. Сколько необходимо времени на то, чтобы ее восстановить? Я уже задавал этот вопрос, если вы можете еще раз повторить. И сколько необходимо на этот средств? Нам известно из-за информации, предоставленной прокуратурой, что разрушенная часть оценивается почти в миллион леев. Кто должен изыскать эти средства? Местные власти или центральные? На самом деле, кто должен изыскивать эти средства, вы сказать мне, не можете? Понятно. Господин Манкуш, я вас благодарю за участие в программе и за предоставленную информацию. Какими могут быть последствия разрушения защитной дамбы между селами Кракмас и Тудора, обсудимые с Ильей Трамбицким, доктором биологии, директором ассоциации Катирос. Господин Трамбицкий, добрый вечер. Я вас вижу и услышу. Господин Трамбицкий, ну вот смотрите, разрушена часть защитной дамбы между селами Кракмас и Тудора. Это означает, что населенные пункты сейчас находятся под ударом, если пойдут дожди? Ну, естественно. Дело в том, что я хочу сразу отметить... Господин Трамбицкий, у меня одна просьба к вам. Пожалуйста, если вы можете выключить телевизор, потому что это влияет на качество звука, я вас плохо слышу. Хорошо. Опа. Значит, во-первых, это не Каушанский район, а район Штефанводы. Штефанводы, безусловно. Как бы там обозначено вначале. Это фермеры Каушанские? Фермеры Каушанов, все это произошло в Штефанводы. Я понял, да. То восхождение Каушанское. Значит, какой вопрос вы задали еще раз? Я вас спросила, это означает, что села сегодня находятся под ударом, судя по тому, что часть защитной дамбы разрушена. Значит, это зависит от рельефа. Как минимум, под ударом находится урожай. Потому что, на самом деле, вся эта территория, которая сейчас была залита, это маленькая часть большой долины Днестра, которая в 60-х годах была обвалована. То есть, вдоль Днестра были возведены дамбы, чтобы эту землю использовать для сельского хозяйства. Землю отняли у реки. И, естественно, если происходит разлив, и как бы эту дамбу разрушить или частично, то вода занимает то место, где она когда-то была. И, наверное, в принципе, было бы правильно дать воде возможность разлиться. Но это надо делать не хаотично, как вот сейчас было сделано, а, естественно, вполне цивилизованным образом. То есть, все эти вещи нужно посчитать, запланировать и так далее. А пока там урожай у людей. Естественно, это преступно разрушать дамбы. Еще и потому, что не исключено еще одно наводнение. И поэтому, конечно, ради того, чтобы содрать деньги с государства в качестве компенсации, это какая-то дикость, на мой взгляд. Кстати, она не единственная. Когда в 2008 году были наводнения на Днестре, тоже были отдельные деятели, которые сами разрешали свои дома, чтобы тоже получить компенсацию или получить новые дома. Вот. Поэтому это у нас принятые такие традиции местные. Мне не напоминает чеховский рассказ, когда крестьянина судили за то, что он отвинтил гайки на железной дороге. То есть, он поставил под угрозу жизнь пассажиров и экипажа тепловоза. Ну, точнее, паровоза в того времени. Но он просто не понимал, за что его судят. Вот здесь, по-моему, немножко другая ситуация. Потому что люди, которые это сделали, они, конечно, все хорошо просчитали. Вот. И я совсем не уверен, что их накажут реально. Почему бы в этом не уверены, господин Трамбицкий? Около миллиона ущерб, нанесенный государству. Это серьезная сумма. Ну, если у нас украли, это миллион леев. Где-то 50 с копейками тысяч евро. Вот. А у нас украли миллиарды, пока никого не наказали. Поэтому, естественно, зависит от правосудия. Если у этих людей найдутся деньги для того, чтобы подкупить судей, то, конечно же, ждать правосудия по-настоящему не стоит. Господин Трамбицкий, но вот возникает вопрос в отношении других разрушенных дамб. Стоит ли агентству АПЕ или Молдове проверить разрушение остальных дамб? Может быть, там тоже неприродная приложила руку? Я думаю, что они этим будут заниматься. Но такого яркого случая, наверное, больше нет. Я тоже об этом писал на своем фейсбуке, об этом случае. Конечно, это дикость. Эти люди представляют собой, на мой взгляд, большую общественную опасность. И они должны быть изолированы. Только компенсации дело не должно обойти в нормальной стране. Ну вот. Поэтому, конечно же, люди из последних сил, где-то там, департамент чрезвычайных ситуаций преграждает в воде путь к строениям, к урожаю. А в это время на другой части реки другие сограждане, будем говорить, поступают абсолютно непатриотичным образом, чтобы получить какую-то копейку. Ну вот. На мой взгляд, это, конечно, пример, который нас недалеко приведет. Господин Трамбицкий, а как вы считаете, почему фермеры идут на эти уловки? От своей какой-то бедности или просто вот наша предприимчивость нас толкает в такие крайности? Я не думаю, что эти фермеры – самые бедные люди в районе. Как раз я думаю, что у них все в порядке. У нас они наняли трактор, чтобы это сделать. И я думаю, что они рассчитывали, естественно, на какую-то, будем говорить, какие-то волосатые руки, которые их прикроют в случае чего. И сейчас у нас очень хороший момент убедиться в том, есть эти волосатые руки или нет. Я думаю, что они будут. Вы считаете, что кто-то им подсказал или просто у них есть протекция, на нее они рассчитывали? Ну, мне трудно сказать в конечном счете, как там было на самом деле. Ну, а вряд ли бедный крестьянин пойдет на такое, зная, что ему светит. Вот. Очевидно, это люди из какой-то местной элиты, которые на это решились. И, вероятно, у них есть какая-то поддержка. Вот. И где-то там за бутылкой задумали это дело и реализовали. Конечно, они немножко опоздали, потому что пик воды уже прошел. Это хорошо было, в кавычках, делать во время пика воды. Ну, вот. Тогда бы они до того. Вот. Но, как бы опоздали с этим делом. Вот. Ну, в общем, хорошо, чтобы кто-то отреагировал, сообщил и так далее, чтобы такие вещи не повторялись. А вы хорошо делаете, чтобы публикуете, делаете к таким фактам доступ общественности. Потому что, чем лучше будет этот факт и его последствия, как для нарушителей, так и для свечан известных, тем меньше шансов, что такие случаи повторятся. Господин Трамбийский, учитывая, как работает государство, учитывая, как работают государственные механизмы и структуры, как вы считаете, сколько времени уйдет на то, чтобы все-таки оценить ущерб, сделать проект и, в конце концов, восстановить эту защитную дамбу, потому что сейчас там предприменяты временные меры? Видите ли, если там прошла вода через дамбу, то, наверное, было бы разумно ее выпустить обратно. То есть надо дождаться существенного снижения уровня Днестра. В этом году на этой земле, которая залетала, вряд ли что-то уже удастся получить. Поэтому зависит и от этого. А, в принципе, я думаю, что где-то месяца бы хватило. Просто надо подождать, пока там, будем говорить, тот грунт, который находится вокруг, он просохнет. И, соответственно, можно будет нормально восстановить эту дамбу. Потому что дамбы эти обычно земляные. Вот они зачастую проходят прямо по лесу. В лесу часто прямо в них вырастают деревья. Что, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, там проживают грузуны норы. А если такие норы есть, то очень часто разрушение дамбы начинается естественным путем промывания этих нор. И таким образом эти дамбы могут разрушаться. То есть дамбы не бетонные, естественно. Поэтому за ними нужен постоянный уход, оплотнение. Следить за тем, чтобы не проседал грунт там и так далее. То есть, на самом деле, это большая работа, которую делают апеллимолдой. Но другое дело, что, конечно же, нам надо искать альтернативные пути предотвращения негативных последствий наводнений. И один из этих путей – это увеличить возможности реки для развития. То есть найти такие участки, которые, может быть, не так интенсивно используются для сельского хозяйства, но которые могут заливаться, естественно, могут. Там может и рыба не леститься весной. Во всяком случае, вот то, что река течет по каналу, фактически у нас, а не так, как она текла раньше, широко разливалась, где были камышовые плавные и так далее. Это, конечно, ненормально. И сейчас вот Европа, я как раз в это время, когда вы позвонили, я принимал участие в конференции по восстановлению рек. Она международная, в данном случае Венгрию ее организовали, она еще продолжается, и как раз там эти вещи рассматриваются. То есть мы должны, в принципе, думать в перспективе о том, чтобы реке вернуть ее земли, и чтобы она стала тогда более полноводной и более естественной. Господин Трамбицкий, я благодарю вас за то, что вы нашли время, оторвались от своей конференции, приняли участие в передаче. Кому полагается помощь государства в связи с наводнениями, мы обсудим с Ионом Бурсой, фермером, исполнительным директором региональной организации ТЭРа, господин Бурса. Добрый вечер, вы слышите нас? Добрый вечер, да. Господин Бурс, а как вы оцениваете предприимчивость фермеров, которые затопили свои поля, которые уже к тому времени высохли из-за высоких температур? Ну, думаю, что это такой поступок незаконный, в принципе. И почему они пренебрегли вот этим законам, не знаю. Почему они дошли до этого, тоже не знаю. Думаю, будут разбираться и органы, и те, которые дают деньги на это дело. Я считаю, что это поступки нелегальные, незаконные. Но они действительно незаконные, потому что они пытались незаконным путем получить компенсацию от государства, на самом деле. Ну, мне первый раз приходится слышать о том, что существуют такие схемы в сельском хозяйстве. Вам часто приходилось слышать о том, что какие-то мошеннические схемы проворачивают в агросекторе? Ну, часто это громко сказано, но я слышал, что были случаи несколько лет тому назад с посадкой деревьев, которые просто не ухаживали за молодой сад, и он высох, и потом потребовали, чтобы возлестили ущерб. Были, вот я слышал, что это было в сельмешке в районе, но так часто, часто я не слышал. И все-таки фермеры в основном, они выполняют эти требования. Они работают и мне, когда схемами заниматься, я правильно вас понимаю? Да, 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 фартикорректно. Да. Господин Бырс, а какая часть страны пострадала больше всего от наводнений? Я имею в виду фермерские хозяйства. Ну, наша организация, АОТЕРА, она больше распространяется на центральную часть. Центральную часть, можно сказать, немножко Динор, да? Юг, ой, север, простите, да. Северный. Ну, я в нашей части, в центральной части, я думаю, что меньше пострадало. По крайней мере, я не имел таких, как говорится, звонков фермеров, что вот у них такая ситуация. Я слышал, что больше всего есть пострадавшие, если это в южной части республики. А вам известно, есть фермеры, которые уже получили помощь государства именно по причине наводнений? Нет, нет. Такие сведения у меня нет. И я не слышал, что уже получили, что уже получили какие-то помощи от наводнений. Ну, а фермеры, которые могут рассчитывать на такую помощь, они об этом знают? Эта информация им доступна? Куда обращаться? Какие документы необходимо иметь в наличии? Думаю, что недостаточно они информированы. Недостаточно. У нас очень много делается так, для рекламы, для показухи. А чтобы дело сделать, чтобы довести до того несчастного фермера, который пострадал, это очень туго делается. Господин Борс, а как же так получается? Вот эти два предприимчивых фермера из Каушан, им известно было о том, что можно получить компенсацию от государства. А те, кто действительно может рассчитывать на эту помощь, об этом не знают. Так получается? Я не говорю, что все не знают. Но я говорю, что в этом вопросе мало информации. Мало, мало. И в этом вопросе работают плохо или недостаточно и премарии, и консилию района. А на ваш взгляд, какая информационная кампания была бы самой лучшей для того, чтобы все-таки донести до фермеров, на что они могут рассчитывать и что при этом необходимо иметь? Какие документы оформлять? Во-первых, документы как документы. Надо довести эту информацию до конца, чтобы власть, скажем, получила информацию от фермеров, что они пострадали, что у них вот такой ущерб, высчитывали этот ущерб. И потом они бы знали, какие документы надо представить, чтобы получить возмещение этого ущерба. Лучше это сделать через местные органы власти? Или каким образом? Или где-то на сайте повесить Министерство сельского хозяйства, чтобы эта информация была доступна фермерам? Как вы считаете? Какая информация была бы... Я считаю, что лучше через местные органы. Но никто не запрещает, чтобы было и на сайте Министерства сельского хозяйства. И по телевидению. Вот у нас есть телевидение, которое ведет сельское хозяйство. И сколько у нас каналов? Да, я думаю, что много каналов. И фермеры наверняка их знают лучше, чем кто-либо другой. Господин Бырса, я благодарю вас за участие в нашей программе и за предоставленную информацию, чего будет стоить предприимчивым фермерам снос части защитной дамбы между двумя селами. Обсудим с адвокатом Виталием Юрдаке. Господин Юрдаке, добрый вечер. Вы нас слышите? Добрый вечер. Господин Юрдаке, давайте поговорим, в чем обвиняют фермеров. Вам известно, что они наняли бульдозер, разрушили часть защитной дамбы. И в итоге они ждали компенсации от государства за то, что затопило их уводие. Ну, мое предположение, что речь идет о статье Уголовного кодекса, а именно об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Речь здесь идет о этой дамбе, которая находится в собственности администрации АПЛИ Молдови. Что грозит им за это? Вот если говорить о каком-то реальном наказании. Ну, во-первых, все зависит от доказательной базы, потому что эта статья имеет три пункта, и в зависимости от доказательной базы можно будет указать в первом пункте или во втором. Но, исходя из того, что я слышал, и речь идет о лишении свободы на срок до шести лет, это, скорее всего, уже часть вторая 197 статьи, а именно совершение умышленного уничтожения или повреждения опасным путем. То есть, опасный путь, беря во внимание, что вот разрушение этой дамбы, уничтожение ее, может или могло привлечь опасность для жизни или для буннур, или для имущества других людей. Ущерб, нанесенный государству, составляет почти миллион лев. То есть, я так предполагаю, что такие же деньги необходимы будут для возведения дамбы. Кто понесет расходы эти? Ну, уже в процессе рассмотрения уголовного дела потерпевшая сторона, я думаю, в этом случае, скорее всего, это будет представитель АПЛИ Молдовии, имеет право внести гражданский иск в уголовном процессе. Уже в процессе рассмотрения уголовного деяния будет рассматриваться и гражданская сторона, именно что касается ущерба и взыскания его непосредственно с тех, кто в случае признания вины или награждения вины судом будут обязаны не только понести уголовную ответственность, но и возместить материальный ущерб. Исходя из вашего опыта, как часто за счет обвиняемых, подозреваемых ущербы закрываются? Потому что речь идет все-таки о миллионе леев. Ну, вы знаете, все зависит от того, какая база, как я повторюсь, доказательности есть у прокуроров. И, во-вторых, в случае невозмещения ущерба они не могут рассчитывать на другие, скажем так, применение статей уголовного кодекса, которые, скажем, улучшили бы их ответственность. То есть в случае неоплаты вот этого ущерба, причиненного, скорее всего, им светит реальный срок. А это, извините, уже достаточно серьезно, а не только материальное возмещение ущерба. Скажите, а хорошее, скажем так, прошлое одного из подозреваемых? Ну, тот факт, что он был награжден медалью за возведение, кстати, вот этой вот самой дамбы. Это как-то сыграет свою роль в принятии решений судебных инстанций? Все-таки это хорошая характеристика? Ну, характеристика не является единственным. Это одно из, скажем так, тех пунктов, которые идут при индивидуализации санкции. Но это, скорее всего, не сыграет окончательного момента для того, чтобы суд назначил наказание. Компромисс в этом вопросе возможен в этом деле? И каким образом он может складываться? Ну, компромисс. Здесь речь идет об уголовной ответственности. Здесь компромисс, скорее всего, компромисс может быть только возмещение материального ущерба. То есть для того, чтобы, как я повторюсь, для того, чтобы попытаться, чтобы суд назначил условное наказание. Но наказание уголовное должно наступить, потому что это не то преступление, которое по заявлению сторон написал заявление, потом отобрал его обратно. Это уголовная статья не предвидит этого. То есть мировая здесь невозможна? Я вас правильно понимаю? Да. Господин Юрдак, я благодарю вас за эти разъяснения. Наше время истекло, но прямой эфир продолжается и на Публика ТВ, и на Публика ФМ. Так что оставайтесь с нами, а я прощаюсь с вами. До завтра. Увидимся после новостей 18.20. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова